Молодежный форум Современные провокаторы не становятся ни перед чем для того, чтобы продолжить разрушать наше геополитическое пространство и грабить богатейшие земли, будь то на Украине, в России или где бы то ни было в другом месте. Я вспоминаю фашизм, который в 20-е и 30-е годы бесчинствовал в Европе, тогда полусумасшедший вандерлюбие поджег рейстах. Фашистам нужно было это только для того, чтобы расправиться с своими оппонентами, запретить профсоюзы, расстрелять коммунистов, отправить в концлагеря социалистов и своих противников. Те, кто отдавал приказ расстреливать на Майдане Беркут, те, кто заживо сжигал людей в Одессе, те, кто отдал приказ расстреливать Донбасс, убивать женщин, детей и стариков, насиловать и ограбить население Украины, на мой взгляд, не остановятся ни перед какими провокациями, только для того, чтобы продолжить эту невиданную ограбилу. Эта провокация имеет, на мой взгляд, многоступенчатый характер. Прежде всего, те, кто ее затеял, те крайне не хотят улучшения отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Там внутри реакции затыкает рот Трампу, а здесь пытаются все сделать для того, чтобы не состоялись рабочие нормальные контакты и не улучшили мы отношения, не договорились о более эффективной борьбе с терроризмом, который захлестнул сегодня не только Ближний Восток, но и благополучную весьма Европу. Где теракты совершаются и в Лондоне, и в Париже, и в Ницце, и в Берлине, и стали уже обыденностью. С другой стороны, это выгодно и внутри Украины тем, кто сегодня укрепился у власти, кто продолжает наживать баснословные капиталы. Это основные олигархи грабят население Украины, набивают карманы и увеличивают свои капиталы. В этом могут быть заинтересованы и криминальные структуры, которые не поделили жирные куски. Они есть везде, и на Украине, и в России, и где угодно. По крайней мере, насколько я знаю, Максакова имела гражданство немецкое и могла бы уехать вместе с своим новым мужем туда. Но они решили спрятаться на Украине, недооценив то, что там небезопасно никому. В последнее время сколько там талантливых людей погибло и продолжают гибнуть. Но мы должны быть предельно бдительны и понимать, что эту диверсию могла продумать СБУ под руководством ЦРУ. Ну, хочу вам напомнить, что самые профессиональные провокаторы – это американские ЦРУшники и спецслужбы. Я в свое время изучал их историю, 200 лет американской мечты, и был поражен, что не было ни одного крупного события, которое бы у них не начиналось с больших провокаций. Так случилось, когда они нападали на Кубу, организовали войну с соседями, так, когда они захапывали новые штаты с Мексикой, так было, когда крейсер Саратога получил приказ начинать войну во Вьетнаме. Нечто похожее случилось, когда они грохнули две свои высотки только для того, чтобы заявить, что Америка превыше всего, и любой, кто сегодня не станет ее слушать, будет наказан. Ничего тут нового в истории Америки нет. Так было, собственно говоря, и с Джоном Кеннеди. Почти все, кто был причастен к тому теракту и убийству президента, потом исчезли. Не оказалось ни свидетелей. Что касается расследования, я уверен, что его в нынешнем составе украинской власти провести никто не способен. Они пытались провести расследование и в Одессе. Ничего из этого не выходит. Так что там сегодня гуляй поле, махновщина, преступность, убийство и дальнейшая фашизизация жизни на Украине, что угрожает прежде всего всем жителям и Братской Украины, и соседней России, и Беларусь. Мы все заинтересованы в подлинном раскрытии этого преступного убийства и весьма заинтересованы в том, чтобы перевести плоскость созидания, а не бесконечных криминальных разборок и ужастиков, которые сегодня заполонили все экраны и которые не дают стране выбраться из тяжелого финансо-экономического кризиса. Нам надо проявлять бдительность, усиливать работу спецслужб в этом направлении, потому что все будут делать, я уверен, что там сейчас любой, кто из власти будет выходить на экран, будет заявлять, что это проделки рука Москвы и все остальное. Все это, конечно, выглядит нелепо, потому что те, кто знает работу спецслужб, прекрасно понимают, что спецслужбы, которые специализируются на такого рода провокации, прекрасно знают, как это делается и не устраивают из этого бесконечные шоу, которые запугивают население и дают людям поднять голову и выбраться из тяжелого кризиса, куда всех обвалили те же самые американцы. На мой взгляд, нашим властям надо больше сегодня думать о внутренней безопасности. Внутренняя безопасность подрывается прежде всего тем, что 1% самых богатых захватил 90% собственности и не дает остальным нормально дышать. А экономика по-прежнему проваливается. Если вы посмотрите январь, февраль и март, вы просто ахнете. Начиная от родничной торговли, кончаясь строительством, все резко проседает. И у нас нарастает внутреннее напряжение, которое чаще выливается в грабежи, разбойные, нападения и многое другое. Сейчас только что мы со специалистами разбирали, как это складывается в молодежной среде. Конечно, гибель любого человека – это потеря, но мы должны прекрасно понимать, что в век провокаций, криминала и спецопераций Россия всегда оказалась в перекресте. Два прошлых мировых кризиса закончились двумя мировыми войнами. В центре оказалась наша держава, наши отцы и деды. Советская власть спасла нас от этого беспредела. Поэтому надо учиться у нее бороться и с фашизмом, и с нацизмом, и с демагогией, уметь реализовывать социальные программы. Спасибо. Спасибо.